Honor 7A Play. Пожалуй, самый доступный бюджетник от Huawei на Snapdragon. Именно этим он интересен. На канале есть распаковка, если есть желание, можете глянуть. Сейчас же, изучив его, могу поделиться впечатлениями. Достоинства, конечно, есть. Сейчас его можно взять за 105 долларов. А главный его минус – это 2 гигабайта Азу, из-за которого он иногда лагает. Можно ли с этим жить? Давайте разберемся. Начнем с внешности и комплекта. У нас есть коробочка с минимально необходимым содержимым. Зарядка на 5 вольт 1 ампер, чего будет вполне достаточно при емкости батареи в 3000 мА. Хотя можно, конечно, и больше силу тока. Плюс понравилось, что продавец добавил к телефону прозрачный силиконовый чехол. И еще одно защитное стекло на экран в подарок. Внешний смартфон выглядит современно и стильно. Удобно лежит в руке, экран широкоформатный, рамки небольшие. Выполнен из пластика и металла. Металлическая рама сзади – пластиковая спинка. Камера со вспышкой одним блоком и немножко выступает за корпус. Вариантов расцветок несколько. Черный, синий и золото с белыми рамками спереди, как в моем случае. Экран 5,7 дюймов, уже из завода прикрыт защитной пленкой, которую сдирать не нужно. Разрешение экрана HD+, чего вполне достаточно для комфортного использования при такой диагонали. Экран вполне сочный, но ближе к естественным цветам, без перенасыщения. Потому кому-то после AMOLED, например, может показаться более блеклым. Но таким людям в реальности тогда тоже все блеклое. Минимальная яркость хороша. Максимальную можно было бы чуть повыше. Хотя на улице не слепнет. И углы обзора неплохие, кстати. Инверсия небольшая под углами есть, но так у многих IPS-матриц. А это бюджетник. Разве что под определенными острыми углами уже заметна инверсия цветов. Другое дело, что мало кто так смотрит на экран смартфона. Понравилась гибкая настройка цветовой температуры. Тут уже любой подстроит под себя. Да и вообще оболочка хороша. Я уже упоминал об этом в обзоре смартфона Honor 7C. Тут аналогичные возможности. Их тут много и повторюсь, те кто знакомы с данной оболочкой, любят ее за гибкость и возможность тонкой настройки под себя. Данная версия смартфона имеет 2 гигабайта оперативной и 32 встроенной памяти. Некоторая разница с Honor 7C в работе есть, поскольку там было на 1 гигабайт оперативы больше. Но зато плюсом за эту сумму есть 32 гигабайт памяти. По-моему это минимум на сегодня. Установлен в смартфоне процессор от QL.com, уже проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себя Snapdragon 430. Очень много хороших смартфонов оснащались и оснащаются им. И недорого и производительно. Хоть выполнен не по самому свежему техпроцессу. Но зато в играх, как для бюджетника, он проявляет себя очень хорошо. Играл в танки и вполне все хорошо идет. Тут HD плюс разрешение играет роль. В общем даже на средних настройках все вполне играбельно. А значит что за 117 долларов можно купить вполне игровой смартфон. В кавычках конечно. Я покупал его дороже за 130 долларов, но цены падают. Слову их несколько разновидностей. Данный телефон Honor 7A Play на 2,32 памяти. Honor 7A Play уже на 3 гигабайт оперативной и 32 встроенной памяти. Также добавлена еще одна камера для эффекта боке. Есть еще Honor 7A Pro со сканером одной камерой сзади, но с памятью на 2,16 гигабайт. 2,16 конечно очень мало, потому я не советую брать данную конфигурацию. Лучше все-таки чуть доплатить за 3,32, чтобы не мучиться потом. Черную версию на 3,32 на данный момент можно взять за 130 долларов, что на 25 долларов дороже. Но поверьте, оно того стоит. Карту памяти тоже поддерживает. Как ни крути, для данной оболочкой 2 гигабайт ОЗУ хватает с натяжкой. Когда установите приложение и они будут висеть в фоне, тогда будут начинаться тормоза. Ну мало, сегодня 2 гигабайт. Разве что для ребенка, которому не нужно много приложений или пожилым людям по той же причине. Лучший вариант из всех, повторюсь, конечно, 3,32 гигабайт. С двумя камерами сзади и со сканером. Но стоит он дороже на 20-25 долларов. Тут все зависит от вашего бюджета. Ссылки на лучшие цены на данные аппараты и где покупал свой образец, добавлю в описание. А вы смотрите сами. Данный смартфон свежий. Тут стоит 8-й Android, прикрыт оболочкой MI8. С магазина, где я купил, уже пришел с Google сервисами. И это хорошо, не пришлось заморачиваться и ставить. Как упоминал выше, тут есть что поклацать даже с запасом. Особенно мне понравилась функция разблокировки по лицу. На удивление, работает она достаточно точно и даже при плохом освещении. И кстати, не работает, когда глаза закрыты. Я оценил данный способ. Удобно. Это даже удобнее, чем когда сканер на спинке, по-моему. Взяли со стола, показали лицо и все. Ради эксперимента я пробовал разблокировать смартфон своей фотографией. И если Honor 7C не получилось, то с этим пару раз вышло. По звуку у нас дела обстоят так. В распаковке я еще удивился, что более дешевый смартфон звучит лучше своего собрата. Хотите оценить? В распаковке есть подсказка в верхнем правом углу. Только сравнивайте в наушниках или через колонки, чтобы слышать разницу. Но тут действительно динамик очень хорош, особенно учитывая стоимость опять-таки. И громко, и даже низкие частоты есть. И не хрипит. В наушниках звук по частотам достаточно неплохой и в меру громкий. Но на максимальном звуке вас не глушит. Присутствуют некоторые улучшайзеры, что помогут подстроить звук под себя. И кстати, очень полезная штука. Разговорный динамик тоже вполне четкий и разборчивый. По связи проблем не замечал. Все работает нормально. Bluetooth 4.2. Под датчиком стандартный набор. А вот компас зажали. Печалька. Задняя камера у нас 13 мегапикселей. Фронталка на 8. При хорошем освещении фото получаются очень даже неплохие. Конечно, с уменьшением освещения и качество, и детализация падает. Видео пишет Full HD. Детализация неплохая, правда динамический диапазон оставляет желать лучшего. Но это ожидаемо. Заодно и звук послушаем. Хорошо слышно, как собачка гавкает. Проверим макро и фокусировку. Перефокус довольно-таки быстрый, кстати. Вот такая вот смена экспозиции и динамический диапазон. Автономность. Батарея у данного смартфона 3000 мАч. Это значит, что при обычном использовании вам будет хватать на день и не более. А на ночь нужно ставить на зарядку. Но если нагружать его играми или целый день не выключать экран, то до вечера не хватит и придется подзаряжать. Хотя сейчас так у большинства смартфонов дела обстоят. В тяжелых 3D играх смартфон теряет 11% заряда за 30 минут. При просмотре YouTube 8%. В общем, друзья, вот такой получился бюджетник от Honor. Все было бы отлично, если бы не 2 гигабайта АЗУ. Потому крайне рекомендую брать версию с тремя. Если бюджет не позволяет, то и этот пойдет. Но будьте готовы к более задумчивой работе смартфона, чем если бы там было 3 гигабайта АЗУ. Конкретно эта версия хорошо подойдет ребенку или пожилым людям, которые не будут использовать много приложений. Ну а главное же достоинство – процессор, который надежный и давно проверенный, и звук из внешнего динамика. Также отмечу разблокировку по лицу и отличный внешний вид. Ну что же, мое дело рассказать и показать. А с вас лайк за старание, ну и сделать правильный выбор. А с вами был Smart Plus. Обязательно подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе мира смартфонов и гаджетов. И всем пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!